Привет, друзья! Я нахожусь в парке Сокольников и иду я на музыкальную выставку на Месса Мьюзек. В общем-то, сейчас посмотрим, где она будет проходить. В общем-то, смотрите, я был на этой выставке, не знаю, уже... То есть я каждый год езжу и, наверное, уже лет 14 я на неё езжу, я не знаю. Ещё раньше она называлась «Музыка Москва», сейчас это уже на Мьюзек Мессе, по-моему. Но проходит она в одном и том же месте. И что я хочу заметить, что я не помню, когда я раньше ездил, реально лет 14-12 назад, я был мелким и не особо понимал, что там на выставке происходит. То есть всё время приедешь, просто на барабанах поиграешь, там всё потрогаешь и, в общем-то, и всё. Но на последних выставках, вот где-то лет 5, я заметил такую вещь, что там просто нету нормальных брендов, допустим, гитар. То есть гитары Fender, Gibson, какие-нибудь там и Bones, ты просто не найдёшь каких-нибудь кастом-шопов, чтобы просто на них поиграть, чтобы как бы, ну, понять вообще, ну, нужна ли тебе такая гитара, допустим, или нет. То есть там, значит, просто одна китайщина и какие-то новые бренды. Вот. Не знаю, посмотрим в этот раз, что будет. Даже самому интересно. Потому что это меня дико не устраивает. То есть реально музыкальная выставка, она нужна для того, чтобы ты, как бы, допустим, увидел какой-то крутой инструмент и в дальнейшем ты, как бы, его захотел. Вот. А тут получается, что ты видишь какую-то китайщину, ещё не настроенную. Я вот помню, я приехал на прошлую выставку и хотел поиграть на скрипке. Ну, просто попробовать звук издать хотя бы. И я подошёл к стенду, и никто даже не смог мне... То есть у меня ничего не получилось, и на стенде никто не смог показать, как правильно играть. То есть реально никто не умел. Просто продавались какие-то китайские скрипки, и других стендов со скрипками не было. Вот. И никто не смог показать, как играть. И так у меня не получилось на скрипке поиграть. Вот прикиньте, ну, это же жесть полная. Как такое вообще может быть? Вот, уже слышно какая-то музыка. Вот, значит, сейчас я должен встретиться с нашим вокалистом. Он тоже на этой выставке. Сейчас вместе пойдём всё смотреть, всё щупать. Вот по отличной такой аллейке я иду. Уже подхожу к павильонам. И первое, что нас встречает, это тестовый стенд акустики. Там рубит какая-то музыка. Сейчас мы посмотрим. Так, где тут меня должен Димон ждать? Сейчас посмотрим, куда идти-то. Причём я думал, что музыка играет реально живая. Ну, когда я ещё в прошлом году приезжал. Оказывается, просто они включают и всё показывают. Тем самым, какая у них аппаратура. Вот такая вот фигня. Что-то нелюдно. Кстати, хочу сказать, что сегодня четверг. И, возможно, народу будет немного. Может быть, какие-то стенды вообще будут закрыты. То есть, ещё не открытые компании. Сейчас посмотрим. Погодка просто супер. Так, мы уже совсем близко. Так, где-то должен меня здесь ждать мой товарищ. Тут играют балалайки. Сейчас посмотрим это дело. А вон он, я его вижу. Так, сейчас я вам покажу сначала сцену с балалайками. Смотрите, в голове взорвался. Я думаю, мы ещё поговорили потом. Я смысл уже. Здорово. Какие, короче, каждый музыка? Играет в свою колонку. То есть, сейчас звучит, грубо говоря, балалайчик играет в свою левую, вторую колонку. Гитарист играет в третью колонку. Чисто, вот, звучат у кого-то свои. То есть, ты усиливаешь свой инструмент, а он снял колонку. Да, колонна вот эта вот, да. Ну и нижняя точка. А, ну ещё сабинер. Да, и даже шейкер. Ну, у каждой колонны стоит сабинер. И даже шейкер на своей колонке играет. Портал не играет. Да. Такие? Хелёные. Звучок нормальный. Классно. Прикольно на сцене музыканта мониторинг приносит. Да, да, да. Они себя органично чувствуют, да. Ну вот, я уже нахожусь в павильоне, только теперь что-то поменялось местами. И, похоже, главный павильон, в главном павильоне, который всегда раньше был главным, теперь свет. То есть, раньше тут были музыкальные инструменты, а теперь тут свет. Вот видите, за мной такой лазер. Так. Сейчас посмотрим, что он умеет. Прикольно-прикольно. Блин, такой стоит просто до хрена бабла. Давайте просто пройдёмся, посмотрим, как тут всё выглядит. Я, хотя, не очень люблю вот этот павильон, где свет, потому что ничего в этом не понимаю. Вот. И обычно, если в чём-то не понимаешь, что это не очень интересно. Есть какие-то тут даже барабанные установочки, он стоит электронные. Видно было на заднем плане. Так. Сейчас посмотрим, что здесь за комната. Во, прикольный фончик получается. Да, реально неплохой фончик. Во, вот тут вообще прикольный. Сейчас посмотрим, здесь что. Так. Смотрите. Фанатам футбола. Футбольный мяч огромный. Тоже всё светится. Так, куда бы зайти? Во, там дым какой-то. Сейчас пойдём в дым. Реально. Прикольно. Так, сейчас идём, идём быстрее, пока он дымит. Вот так это выглядит, смотрите. Всё дымится там. Типа селится. Ну вот мы и находимся в зале с инструментами. Это Димон. Смело вместе. Смотри, смотри. Помнишь, я рассказывал про Стаса, про барабанщика? Ну. Вот он играет на этом тренинге. Круто. Ну что, гол? Баянчики, баянчики, пошли. Давай. Сейчас посмотрим баянчики. Димон просто играет на баяне, и ему это всегда интересно. Я хрен знает. Они стоят дофига, и чем они отличаются, вообще непонятно. Вот, Димон, розовый вот этот для тебя нормально пойдёт. Где, где? Вот, вот здесь стоит розовый баян. Всё, давай заценим звук розового. Давай, давайте, Мон, заценим. Сейчас посмотрим. Только сюда поверни, на камеру. Давай. А, и не хватает. А, нет. А, нет. Нормально. Давай что-нибудь зарубим. Давай зарубим нормально. Возьми какой-нибудь, где можешь что-то сыграть. Да. Давай какой-нибудь возьмём, где можешь что-нибудь сыграть. Чего-нибудь зарубим. Давай профессию зарубим. А, человек как-то... А, ну да. Давай, давай. Самая сложная профессия в мире здесь, кто знает. Это было круто. Жаль, что я не заснял. Вот. Сейчас тут играет какой-то молодой Кирк Хэммин. Давайте посмотрим. По-моему, Хлебчанский пошёл. Хлеб. Короче, каша, хлеб, козлиные вибрато. Всё мы слышим. Ладно, я шучу, шучу, конечно. Чё, погнали дальше? Ну что, друзья? Вот Димон тут смотрит какие-то клавиши. Миди-клавиши. А я вам хочу сказать то, что не густо, не густо на выставке. Опять очень мало стендов. Очень маленький, кстати, зал. То есть раньше был с инструментами большой зал, а сейчас, наоборот, маленький. А большой со светом. Не знаю, с чем это связано, но реально вообще не густо, короче. Вообще не густо. То есть очень мало всего представлено. Хрен знает. Может быть, мы ещё... Ещё есть какие-то павильоны. Хрен знает. Сейчас мы вам покажем очень красивые клавишные электронные инструменты. Так, давай, Димон. Сейчас. Смотрите, сейчас я подальше отойду. Это можно прям... Как мебель встраивать в дизайн квартиры или дома. Прикольно. Слушай, а это типа... Это типа как орган, похоже? Ну, типа, знаешь, такая идея, что типа как орган, да, выглядит? Да. Короче, сейчас. Блин, прикольно. На, к динамику. На, к динамику. Сейчас прислонись, чтобы было слышать, что я не знаю. Давай, сейчас послушаем. Сейчас, даши, секунду. К динамику прям. Сейчас. Так. Готов? Давай, попробуем. А там звучок-то прикольный? Да. Послушай, я сейчас теперь в записи. Нет, в записи я потом послушаю. Сейчас. Сыграй мне что-нибудь. Я сейчас послушаю, что вы... А, ну я же говорю, прям орган. Да, классно. Да, прикольно, прикольно. Не, реально, да, в какой-нибудь дом поставить, такое очень круто. Ну, как дизайнерское решение. Круто выглядит. Димон играет на органе, а вы слышите, на самом деле, гитару, которая из другого стенда играет на заднем плане. Друзья, по-моему, мы увидели пушного. Вот он идет. Мы идем за ним. Смотрим, куда он ведет. Так. О, есть мы. Круто. Мы его увидели. Это было нечто. Слушай, давай я посмотрим вообще. Пойдем. А вот, смотри. Сейчас он прям пройдет мимо меня. Так, смотрим, смотрим. О, это круто. Это исторический момент. Это исторический момент. Вот так вот, друзья. Поэтому всегда приезжайте на музыкальную выставку по четвергам, потому что музыканты в выходные все заняты, а в будние дни им нечего делать, они все тусуются на выставках. Похоже, что в этом году они решили вообще для разных инструментов сделать разные павильоны. И вот отдельный павильон для барабанов. И мне кажется, связан с тем, что просто задолбали всех барабанщики, то есть реально они все шумят, вот. А их в отдельный павильон аж согнали. Так, смотрите, какая установочка белая. Просто супер крутая. Прикольно, прикольно. Вот такие палочки, вот с чем надо играть. Сейчас бренд порекламируют. Блин, как его? Вот, вот. Вот с чем надо играть. Слушай, Димон, а подержи, я сейчас покажу две палки. А вот Димон из плана Ломоносов, барабанщика. Где? Вон, в шапке, он и работает в 20-бит. Вон, бачка которой. Да? Сейчас посмотрим. Ну что, ребят? Всем привет, еще раз. Привет, смотри, бывшим. Привет, ребята. Кто только что пришел? Недавно. Час назад. А кто с утра здесь? Ну, мы герои вообще. Друзья, мы здесь встретили Михаила Казадаева. Кстати, вот его Димон знает. С ним поздоровался. Так что я вам покажу. Блин, не видно его за ведущим. Сейчас попробуем с ним сняться. Димон, я хочу заснять Михаила Казадаева. Вот этот крутейший барабанщик. Он меня не видит, но и пофиг. Нормально рубит пацан. Кто не знает, он играл в Нойз МС, ну и много еще где. В общем-то, друзья, у нас на выставке в этом году нигде нет пива. Кроме одного места. Это вот это вот здание, где картеринг. И там есть кафешка, и там можно купить пиво бутылочное, но его разливают в пластик. Вот мы себе. Естественно, алкаши всегда пиво найдут. В любой ситуации. Да, Димон? Ну. То есть алкаши всегда найдут пиво. И поэтому, если вы как мы, то в картеринге вы можете все купить. Но вообще странно. Я не понимаю просто этой темы, что на музыкальной выставке нету пива. Это просто, ну я не знаю, это какая-то жесть. Просто мы что, деньги не умеем реально зарабатывать? Почему нет пива-то? Ну, в общем-то, но у нас оно уже есть. Участвуем в конкурсе и играем на укулеле. Ну и друзья, хотелось бы подытожить, как бы, мое времяпрепровождение на выставке в четверг. Значит, первое, что хочу отметить. Давайте сначала, что мне понравилось. Ну, во-первых, мне понравилось то, что я встретил много музыкантов известных. Вот. И я так понимаю, что в четверг их проще встретить, чем в субботу. Потому что в субботу обычно все артисты, ну я уже говорил-то, все артисты заняты. И где-то выступают, какие-то гастроли. А в будни дни обычно им нечего делать, и они ездят по всяким выставкам, ну и по всяким таким делам музыкальным. Вот. Это первое. Второе, что понравилось. Да, ну, просто была хорошая погода, клевое времяпрепровождение. То есть, в принципе, я всегда на эту выставку езжу. Это возможность пообщаться с музыкантами, кого-то встретить, провести время клево. Ну и, в общем-то, это, наверное, все, что понравилось. А теперь давайте о минусах. Но главный минус, это то, что реально, то есть, это выставка, да, чтобы ты приехал на нее, увидел что-то новое, и что-то это новое захотел. И потом в итоге ты накопил денег и купил. Или как бы у тебя было какое-то стремление. Или ты должен что-то узнать. Допустим, ты не знал о какой-то примочке или гитаре, о каком-то звуковом приборе, о каком-то там, не знаю, усилителе. И ты пришел, увидел его, и такой, вау, нифига себе, сейчас такая тема есть клевая. И все. Но выбор очень маленький, мало стендов. Там просто, я даже, по-моему, не было, там мусторг, например, не представил свой стенд вообще. Не было мусторга. Вот. То есть, все как-то скудненько. Сделали три павильона, в одном барабанщике чисто. Причем как? Я думал, там много будет барабанных стендов. Нет, там сколько? Два стенда или три. Один, это Бластбит совместно с... Не помню, с кем они совместно там. Вот. И еще какой-то стенд. Все, больше ничего не было. То есть, это, конечно, друзья, просто минус. То есть, выставка с каждым годом становится все мельче и мельче. Вот. Далее. Какой минус? На всей территории выставки, кроме одного места, я не увидел вообще, чтобы продавали пиво. Ну, вообще алкоголь. Ну, какой-то там алкоголь был, но вот именно пиво разливное, я не понимаю, с чем это связано. И там стояла палатка Стардокс, и нам продавщица сказала, что им запретили продавать пиво. То есть, на всех мероприятиях массовых продается пиво. Это как бы... А тут музыкальная выставка. То есть, реально, все музыканты, они как бы так или иначе алкаши. И, ну, как бы не продавать пиво, это какой-то бред. Потому что, блин, ну, что случится, да, как бы? Ну, везде продают. На любой концерт ты приходишь, везде продают алкоголь. А тут выставка, тут все нормально. Все бы попили пивка, не было никакой бы жести. То есть, по-любому. Ну, и кто хотел, тот все равно нашел в итоге. И мы нашли там картеринг вот этот, где на картах катаются. И там на втором этаже бар, и там пиво очень недорогое. Вот. То есть, это очень странно. То есть, могли бы заработать денег. Плюс, например, очень мало каких-то кафешек с едой. То есть, ну, вообще, знаете, вот нет ощущения праздника, нет ощущения выставки. Оно есть небольшое. Но, блин, там должно все кишить просто, понимаете? Вот. Потому что народ, в принципе, даже в четверг там было прилично. То есть, прилично народу было. И с этого можно было заработать денег. Но, ребята, не заработали. Третий минус. Это вообще, я считаю, вопиющая просто вещь. Все стенды продают свои... Ну, вот кто выставляет, например, Дадарио. Они все продают свою продукцию там. Но! Они продают ее по таким же ценам, как и в магазине. Какую там делают скидку? 15%? Ну, это смешно. Ну, блин, это выставка, ребята. Ну, продавайте в два раза дешевле. Блин. Вы в этом году продадите. В следующий году к вам на выставку приедет в пять раз больше народу. Просто купите. Вам все равно это будет выгодно. Вы все равно, даже если вы не в ноль это сделаете. Вы сделаете с небольшим плюсом. Ну, почти в ноль. Но зато на выставку столько народу придет. Вы так себя пропиарите. То есть, ну, а смысл выставки-то какой? И все равно можно продать, даже сделать скидку, например, там дилерские скидки. Сколько там, процентов 40 бывает. То есть, вы можете сделать процентов 50 скидку, и вы еще наваритесь. У вас еще плюс будет. это конечно вообще же медиаторы по 50 рублей до эти данного и лежали по 50 прикиньте то есть они даже там на каких-нибудь сайте струнки ru стоит там 35 рублей ну то есть блин это вообще ну капец ну как так ну почему так то есть я этого не понимаю я при этом продавать дешевле там какие-то дорогие там комбарин при ламповый ну понятно ну блин ну это как бы ладно окей в два раза дешевле там ламповый комбик какой-нибудь который стоит там 150 тысяч за 75 ну конечно понятно продавать три дня ну блин струны струны типа за 400 рублей они продавали да дарю которые в на струнках ru стоит 405 рублей ну то есть также считаете то есть почему струны не продать за 300 ну 300 сделайте сделайте чуть-чуть там 100 рублей скиньте это будет просто круто я этого не понимаю струны медиаторы барабанной палочки все должно продаваться дешево ну реально ну блин это выставка это просто жесть какая-то просто какая-то жесть вот ну и соответственно как бы мало представлен то есть смотрите например просто на всей выставке только на стенде шамрей я нашел гитару fender это это поддержанный бушный телекастер японец мне просто как бы телекастера нравится вот и все больше нету не fender они гибсона не лепски непредставленные ну по крайней мере я не видел ничего нету то есть просто ты ходишь и просто к это пустотень просто пустотень я не знаю я мне кажется это связано еще может дорогой арендой то есть ну реально ребята просто думают ну блин нафиг нам выставляться это говно выставки куда реально никто не ходит потому что там отстой там нет ни пивка не по еды нормальной ни хрена нету просто ну да кто-то приходит и нафиг нам там тратить там огромные им за три дня там выставляют нибудь аренду за маленький павильончик там 1300 а может быть и больше они думают да нахрен нам это все надо просто зачем типа вот то есть реально вот атмосферы такой нету это конечно печально я не знаю и с каждым годом все хуже и хуже вот я помню 10 лет назад где-то выставки были они прям глобальные были прям реально такие мощные то есть вот город и тогда и тогда мне еще не особо нравились но они были лучше чем сейчас даже то есть вот эта странная вещь так что не знаю а он еще плюс забыл сказать что выставка все-таки бесплатная это это очень круто причем ну над зарегица на сайте ну либо прям там может зарегистрироваться если не хочется марш там что-то явил написано 300 рублей но я не понял кто вообще их платят потому что это какой-то бред в серии регистрируется и и не только на сайте прям там можно зарегистрироваться то есть такая фигня так что то есть то что она бесплатная это конечно плюс то есть это очень классно что в любой может прийти на выставку и просто поиграть инструменте послушать там мастер-классы то есть это очень круто это круто реально вот такие дела в общем друзья у вас еще есть сегодняшний день они не сегодня я не знаю когда я в видео выложу блин просто сейчас как раз я в четверг поехал потому что с пятницу и в субботу работа с группой и не знаю когда получится выложить может быть это воскресенье будет может вообще поделить так что короче не знаю когда вы это увидите в общем не важно подписывайтесь на канал канал теперь называется около музона буду рад всем ставьте лайки нажимайте колокольчик и просто пишите комментарии о выставке всем удачи пока